Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать. Моя коллега прекрасно осветила вопрос таргетной терапии рака почки. Давайте остановимся прицельно на использовании комбинированной таргетной терапии в реальной клинической практике. Рак почки – распространенное заболевание, и примерно 50% пациентов нуждаются в проведении лекарственной терапии либо будут нуждаться в проведении таргетной терапии по мере развития заболевания. Согласно рекомендациям НССН 2017 года, в первой линии таргетной терапии светлоклеточного рака почки метастатического следует использовать антиангиогенные препараты. Однако опухоли исходно-чувствительные к антиангиогенному лечению в среднем через 8-11 месяцев приобретают рефрактерность к проводимой терапии. И в настоящее время существует несколько подходов при развитии рефрактерности к антиангиогенному лечению. Это смена механизма действия, использование ингибиторов МТОР и Виролимус, в частности, использование иммуно-онкологических препаратов, повышение аффинитета к тем же мишеням. И мы можем использовать комбинированный механизм действия. В Российской Федерации зарегистрирована комбинация линвотениб и Виролимус, которые в клинической практике показывают довольно высокую эффективность. Чем же хороша комбинация? Мы располагаем препаратами, относящимися к различному механизму действия, тем самым получая мощный взаимодополняющий противоопухолевый эффект и преодоление резистентности к проводимой антиангиогенной терапии ранее, а также контролируемый спектр токсичности, так как профиль токсичности препаратов с разным механизмом действия не перекрещивается. Ранее осуществлялись попытки поиска комбинированной таргетной терапии рака почки, однако они не были успешны вследствие отсутствия преимущества в показателях беспрогрессивной выживаемости и развития непереносимой токсичности данных комбинаций. Но появление нового мультитаргетного ингибитора терозинкиназ линвотиниба позволило зарегистрировать комбинацию с эверолимусом в связи с ее высокой эффективностью. Это уже было оглашено. Линвотиниб является мощным мультикиназным ингибитором с широким спектром активности, выгодно от других терозинкиназных ингибиторов, отличается воздействием на рецептор фактора роста фибробластов, что предопределяет ингибирование микроокружения опухоли и способность преодоления резистентности к проводимой антиангиогенной терапии ранее. Работая в комбинации с эверолимусом, осуществляется усиленный блок ангио- и лимфогенеза за счет FGF-посредного, VGF-посредного ангиогенеза и двойного таргетного воздействия на путь МТОР. В регистрационном исследовании второй фазы 205 это и было продемонстрировано. Первичной целью данного исследования была оценка выживаемости без прогрессирования, и вторичной целью – это частота объективных ответов, общая выживаемость и безопасность и переносимость комбинации. В исследование было включено 153 пациента вместо статическим светлоклеточным раком, которым уже проводилась предшествующая антиангиогенная терапия и на которой было зарегистрировано прогрессирование. Пациенты стратифицировались по двум факторам – это уровень гемоглобина и уровень скорректированного кальция. Рандомизация происходила в три равные группы. В двух группах пациенты получали монотерапию препаратами в стандартных дозировках. Стандартная доза линвотиниба в монорежиме составляет 24 мг в сутки. И подгруппа комбинаций получала линвотиниб в дозе 18 мг в сутки и эверолимы с дозой 5 мг в сутки. Допускалась редукция дозы на каждые 4 мг, то есть в группе монотерапии линвотинибом до 20,14 мг, в группе подгруппе комбинаций до 14,10 и 8 мг. И лечение пациентов осуществлялось до регистрирования прогрессирования заболевания или развития неприемлемой токсичности. Обращает на себя внимание, что в данном исследовании примерно 40% пациентов относились к группе неблагоприятного прогноза. Все пациенты в первой линии получали антиагиогенную терапию, в большинстве стоим 70% сунетиниб, около 20% позапониб и 2% серафиниб. Медиана продолжительности лечения невысока, однако в подгруппе комбинаций она все-таки выше по сравнению с подгруппой веролимуса, 7,6 против 4 месяцев. Как я уже говорила, допускалось снижение дозы, и в подгруппе комбинаций этот процент велик. В 70% осуществлялась редукция дозы линвотиниба. Однако отмена терапии вследствие прогрессирования заболевания практически в два раза выше в подгруппе веролимуса, нежели в подгруппе комбинации 35 против 19. Комбинация показала высокую частоту объективных ответов. Для всех пациентов медиана сокращения опухоли составила в среднем 29%. Мы видим, что частота объективных ответов 43% против 6% в подгруппе веролимуса. При этом мы помним, что это вторая линия терапии, при которой мы чаще всего добиваемся стабилизации заболевания. Но посмотрите, в 2% был зарегистрирован полный ответ, и в 40% частичный ответ в подгруппе комбинации. Первичной точкой была оценка беспрогрессивной выживаемости, при которой комбинация линвотиниба веролимуса показала достоверно большую выживаемость беспрогрессивную 14,6 месяцев против 5,5 месяцев в подгруппе веролимуса. При подгрупповом анализе стало ясно, что наибольшую выгоду в показателях беспрогрессивной выживаемости получают пациенты, относящиеся к группе хорошего и промежуточного прогноза на 10,9 месяцев в данных группах, и пациенты в группе плохого прогноза имеют тенденцию к улучшению показателей беспрогрессивной выживаемости, улучшение на 2 месяца по сравнению с веролимусом. Медиана длительности терапии, медиана длительности объективного ответа в комбинации составила 14 месяцев против 5,5 месяцев в подгруппе веролимуса. И при анализе метастатических очагов достоверно лучшая комбинация работает при метастазах в легких, лимфатических узлах и висцеральных органах и имеет тенденцию к улучшению данных показателей при наличии метастазов в печени и костях. Показатели беспрогрессивной выживаемости высокие транслируются в высокую общую выживаемость. Это 25,5 месяцев в подгруппе комбинации против 15,4 месяцев в подгруппе веролимуса. Нежелательные явления были зарегистрированы у всех пациентов, включенных в протокол. Нежелательные явления третьей-четвертой степени возникали примерно в 72% в подгруппе комбинации. Примерно в 67% они приводили к снижению дозы, к перерыву терапии и приводили к смерти в одном случае. Однако спектр токсичности был вполне прогнозируемым. Наблюдалась токсичность в исследовании как характерная для терапии TKI – это диарея, снижение аппетита, утомляясь рвота, гипертензия, так и характерная для ингибиторов МТОР – это кашель, триглицеридемия, гиперхолестеринемия, одышка, пирексия. Тем не менее, данная комбинация, несмотря на высокую частоту токсичности, показывает высокую эффективность. Медиана времени до наступления ответа составляет 2 месяца, медиана времени до первого снижения дозы – 2,5 месяца. Таким образом, мы успеваем оценить эффект до наступления токсичности, который требует коррекции режима. Медиана длительности терапии составляет 7,6 месяцев, медиана до времени прогрессирования – 14,6 месяцев, и большинство больных продолжают терапию. Таким образом, комбинированная таргетная терапия по основным показателям эффективности, таким как частота объективных ответов, выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость превосходит монотерапию различными агентами. Возникает вопрос, кому же лучше подойдет комбинация. В регистрационное исследование 205 были включены пациенты, как я уже говорила, светлоклеточным раком, хорошим соматическим статусом и запрогрессирующим на антиангиогенной терапии. Собственно, этим пациентам, как первая черта отбора, будет показана комбинация. Высокая частота объективных ответов диктует нам, что наибольшую выгоду от этой комбинации получат пациенты с метастазами в функционально значимых зонах, с симптомными метастазами, с высокой опухолевой нагрузкой, когда мы хотим как можно быстрее получить ответ от проводимой терапии. Комбинированный профиль токсичности, конечно, предопределяет то, что пациенты с неконтролируемой артериальной гипертензией и хроническими заболеваниями кишечника наверное не лучшие кандидаты для данной терапии. Позвольте представить клинический опыт применения данной комбинации. Эти пациенты получали лечение на базе урологического отделения Национального медицинского центра «Блохина». В нашу серию наблюдений было включено 19 пациентов. Медиана возраста составила 55 лет. Соотношение мужчин-женщин 2 к 1. Большинству пациентам, 17 пациентов, было выполнено удаление первичной опухоли. Пяти пациентам удаление отдаленных метастазов различных локализаций. Троим пациентам была выполнена вертебропластика по поводу литических метастазов. Всем пациентам был верифицирован почечноклеточный рак. У большинства светлоклеточный рак у 18, у одного, в том числе с саркомоподобным компонентом, более 10%, и у одного пациента хромофобно-клеточный рак. Стоит отметить, что большинство больных в нашей серии наблюдений относились к промежуточному и плохому прогнозу по ХЭНК, и примерно половины больных на момент начала терапии исходно имели низкий соматический статус, более единицы по шкале ЭКОК. Наши пациенты имели множественные метастазы, синхронные, поражения более одного органа. Чаще всего метастазы диагностировались в легких, в лимфоузлах внутригрудных и забрюшенных лимфоузлах. Также были пациенты с метастазами в печени, кости и местные рецидивы рака почки, а также пациент с метастазами в головной мозг. Все пациенты получали от 1 до 4 линий предшествующей терапии, более половины пациентов получали 2 и более линий предшествующих. Все пациенты в первой линии терапии получали антиангиогенную терапию, 6 – терапию ингибитороментор и 3 – иммунотерапию антипедиван. Медиана длительности первой и второй линии терапии была невысока, 5-7 месяцев максимальный ответ на предшествующее лечение у большинства пациентов была стабилизация, у двоих пациентов прогрессирование, у четырех пациентов было отмечено развитие высокой токсичности на предшествующих линиях, которая у троих пациентов стала причиной отмены терапии, и у 16 пациентов причиной отмены терапии было прогрессирование. Все наши пациенты получали линвотениб в дозе 18 мг в сутки, и большинство пациентов получали виролимус в дозе 10 мг в сутки через день, вследствие того, что виролимус 5 мг дозировка не была доступна. Медиана длительности терапии составила 5 месяцев. Редукция дозы линвотениба понадобилась пятерым пациентам, четверым – до 14 мг, одному пациенту – до 10 мг. Пяти пациентам понадобился перерыв терапии линвотенибом при коррекции нежелательных явлений, и одному пациенту перерыв в лечении и виролимусом. Отмена терапии вследствие нежелательных явлений понадобилась двум пациентам, у четырех пациентов зарегистрировано прогрессирование, у четырех – смерть. Продолжают лечение 11 пациентов. В качестве мониторирования всем пациентам ежемесячно производился осмотр и опрос, контроль клиника биохимических показательной крови раз в две недели и контроль очагов по данных КТ и МРТ раз в два месяца. Токсичность комбинации нами была оценена как приемлемая. У 17 пациентов возникли нежелательные явления разной степени тяжести, при этом нежелательные явления третьей и четвертой степени тяжести были зарегистрированы у троих пациентов, и у одного пациента развилось нежелательное явление пятой степени тяжести в виде пульмонита. Наиболее частыми нежелательными явлениями явились диарея, стоматит, снижение массы тела и артериальная гипертензия. Оценка эффективности происходила по шкале Рецисто-1.1. Нами был зарегистрирован один частичный ответ, и у 18 пациентов была зарегистрирована стабилизация, при этом у 11 пациентов с минимальным уменьшением очагов в среднем на 17%. Максимальный ответ в качестве прогрессирования не был зарегистрирован ни у одного пациента. Мы отметили некоторые особенности на лечении. 11 пациентов, как я уже говорила, к началу терапии имели низкий стоматический статус, после двух курсов таргетной терапии отметили клиническое улучшение, а также некоторые особенности рентгенологической картины изменения очагов при лечении комбинации. Здесь у нас показано уменьшение контрольного очага в легком после двух курсов таргетной терапии. У пяти пациентов на момент начала терапии имелся метастатический плеврит, выпады в плевральных полостях. У данного пациента показано уменьшение жидкости в плевральных полостях без плевральной пункции. Картина в печени, вот эта рентгенологическая, довольно характерная. Если мы раньше видели гипервасклеризированные очаги, то после двух курсов это гипотенсивные авасклеризированные очаги с центральными зонами некроза. Пациенты, имеющие метастазы в костях, мы отметили регрессию мягкотканного компонента, но увеличение литического компонента. У троих пациентов с подобной рентгенологической картиной была выполнена вертебропластика с целью профилактики патологических переломов. В заключении следует сказать, что в регистрационном исследовании комбинация показала беспрецедентно высокую частоту объективных ответов, преимущество общей и беспрогрессивной выживаемости по сравнению с северолимусом и предсказуемый профиль токсичности. А в клинической практике у тяжело предлеченных больных стоит отметить, что комбинация переносится удовлетворительно, улучшает соматический статус пациентов, ну и, конечно, необходимо накопление опыта с целью лучшей коррекции нежелательных явлений и интерпретации рентгенологической картины. Спасибо. Продолжение следует...